Сегодня в книгу памяти нашей школы будет вписана еще одна глава. Она посвящена достойному человеку, выпускнику нашей школы, спортсмену, солдату, совершившему подвиг. Андрей Гарин пришел в первый класс этой школы в 2008 году. Любил кататься на лыжах и участвовать в спортивных соревнованиях. После девятого класса ушел в колледж, затем отслужил на Дальнем Востоке и добровольно отправился защищать Родину. В декабре 2023 года Андрей погиб в зоне СВО. Юный ефрейтор посмертно был награжден Орденом Мужества. Теперь в память о нем на здании 118-й школы, где он учился, открылась мемориальная доска. Память любого человека достойна. И человек жив до тех пор, пока звучит его имя. И я понимаю правильность того, что придумана такая хорошая традиция. К сожалению, горькая традиция. Вот эти памятные доски в том месте, где большее количество людей и особенно детей будет видеть этих молодых ребят, помнить о них, знать. Почтить память Андрея Гарина пришли родственники, одноклассники, друзья, учителя и ученики школы. Он был очень скромным человеком. Он хотел бы, чтобы о нем говорили как о герое. Он бы сказал, что не надо все это. Мы общались, и когда его димбализовали сюда, встречались, общались. Он хотел туда вернуться, потому что он хотел защищать Родину. Ему нравилось там. Ему нравилось служить. Во время открытия памятной доски прозвучали теплые слова со стороны администрации. Андрей был, наверное, хорошим другом. И почему-то у меня остались на нем только такие светлые воспоминания. А еще он настоящий герой. Поэтому чтить его память – наш с вами долг. Уверен, что подвиг Андрея во имя славы нашей Родины будет согревать наши сердца и вдохновлять нас делать нашу страну сильнее и успешнее. Светлая память. Собравшиеся возложили цветы к памятной доске с портретом Андрея Гарина. Виктория Шарая, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.